приветствую вас на канале Асмодеплей мы начинаем играть Сибирь первую и что я вам хочу сказать ребята я записываю это видео для вас третий раз третий раз по одной причине потому что первый раз я начал записывать видео изображения не было вот потому что пока настраивал там сворачивать игру нельзя пока настраивал чтобы второй раз когда записал он в маленьком окне записалось поэтому записываю третий раз для вас письма которые здесь будут читать вы уж ставьте на паузу кому интересно читайте диалоги диалоги некоторые я вам покажу вот их не обязательно все они все здесь не нужны диалоги и так смотрим как куклы хоронят своего хозяина что хочу сказать не сидите перед компьютерами ходите гуляйте а иначе тоже кроме кукол о вас даже никто и не вспомнит кстати хотя бы кто-то займёт что самое интересное этих кукол здесь они кстати не роботы называют или куклы а их называют здесь автоматы вот так вот представляете да какой одинокий человек что его в железяке хоронят надо есть зато объявление слышал чининграды вызвать и чинила что-то значит его достали починили гроб обратно положили итак начинаем все передвижение бегом я очень далеко прошел вот для по моим меркам потому что до этого у меня уходил несколько часов сейчас я постараюсь сделать за хотя бы за час не она может посмотри посмотрим сколько там выйдет потому что до этого все диалоги смотрел читал первое видео письма читала второе видео письма уже не читал и вам рекомендую что тоже кто хочет читать это письмо жмите на паузу читайте давайте для начала возьмем афишу чтобы вы могли иметь представление что это такое жмите на паузу читайте афишу я специально для вас поменьше сделал да тут у меня смотрите немножко видите да уходит немножко курсор чуть-чуть вот это да по крайней мере на весь экран для вас а то был бы в маленьком квадратике чуть больше портрета на который вы сейчас смотрится давай передвигаемся вперед берем ключик заводим жмем кнопку четыре раза ударяется а ведь ради вас я хотел записать иду иду полича четыре раза для вас записал давайте разговариваю с ним здравствуйте добрый день мэм заметили да что у него голос как у баринова в том сериал кухня я бы хотела получить комнату моя компания должна была заказать у меня номер я кейт уолкер из марса на лормунт разумеется мисс уолкер для вас приготовлен шестой номер на втором этаже спасибо так я бы хотел как вам будет угодно мисс я бы хотела пройти в номер он для начала давайте убедимся что неподъемный этот чемодан просто неподъемный а я так устала неужели никто мне не поможет конечно поможет давай обратно бежим здравствуйте добрый день мэм наслышали мы здоровались уже вы не могли бы мне помочь с багажом пожалуйста простите меня мисс уолкер гости у нас последнее время так редкие что мы скоро совсем разучимся их принимать так вы-то самые гости из америки это правда что у нас поговаривают вы и в самом деле приехали чтобы купить фабрику да 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 не фабрика дом анны дом ганса что ты сказал да успокойся же наконец мерзкий мальчишка наш городок должно быть разочаровал вас видите ли мисс уолкер сегодня у нас горестный день сегодня похороны мисс анны маму грустный только ганс не мертвый ганс далеко анна так говорит анна любит маму очень-очень хватит маму прекрати надоедать леди проваливай отсюда слышишь мисс анна такая потеря для владелены она скончалась и теперь фабрика закроется но ведь вы приехали как раз для того чтобы не допустить этого верно все наше будущее в ваших руках мисс уолкер как анна фаральберг умерла конечно тебе только сказали она умерла вот мы и пришли вот ваша комната мисс уолкер надеюсь она вам понравится тоже надеюсь я вас пока оставлю отдыхайте у вас впереди много работы а вы знаете продажи фабрики это для нас очень радостное известие если бы вам только довелось видеть владелину раньше это был чудесный город люди съезжали со всего света чтобы купить наши автоматы а кто-то ставил для вас письмо ну что же мисс уолкер если вам что-нибудь понадобится вы знаете где нас найти да кстати если хотите больше узнал так чемодане мне пока ничего не надо если хотите больше узнавать говорите с ними обо всем и тогда услышите все а сейчас пока будем проходить то что я проходил все письма эти читайте нажав на паузу потому что я их уже читал все поставили на паузу прошли нужно рассказать марсону о смерти мисс форальберг надеюсь это дело не усложнит мне не терпится вернуться домой потому что все равно написано только о смерти так звонил в офис ваш звонок очень важен для нас оставайтесь на линии компания марсон и лормон здравствуйте это кейт уолкер соедините меня пожалуйста с мистером марсоном минуточку музыка играет музяка танцуем всяко всяко алло кейт ну рассказывайте как там у вас дела я только что приехала во владелину мистер марсон к сожалению тут возникла небольшая проблема мисс форальберг скончалась действительно очень жаль но мы предвидели и эту печальную возможность к тому же у нее ведь нет наследников да это так но что мне теперь так чем проблема кейт идите к нотариусу секретарша вам сейчас вышлет факс его адресом и рекомендательным письмом хорошо мистер марсон отлично кейт держите меня в курсе окей окей я только кейна все убираем телефон давай уходим это это очень колготки все передвижения бегом просто ходить это слишком роскошно для тех кто записывает а те кто дома да конечно пусть она ходит пешком давайте заберем ну вот я снова здесь мисс уолкер нам нужен факс скажите на мою имя не приходила факсы может быть я кажется слышал телефонный звонок может быть стоит пойти проверить разумеется моим сию минуту благодарю и я достаю из широких штанин знаете возьмите здесь это нотариус от нью-йорк этот откуда юридическая правка эдвард марсон ставьте на паузу читайте спасибо всегда к вашим услугам чтобы восстановить как сказать историю собой прогуляюсь по владелению до свидания как вам будет угодно мисс все перед тем как мы пойдем давайте соберем шестеренки который разбросал мелкий пост еще одну и хочу заметить сразу вам одну фишку на столе нарисована схема как эти шестеренки должны располагаться запомните ее потом она нам пригодится что деться правильно ягодица пригодится давайте идете на улицу вперед вперед кстати до этого вы на улицу бы не могли выйти потому что там вышел дождь если бы не вот этот факс а территория здесь ой как большая для пробежек и прогулок поэтому читайте внимательно говорите с людьми смотрите и читайте что написано потому что здесь прям показала откуда и куда надо идти сейчас вам надо идти вот сюда юрист да конечно нам нужен факс номер два и поехали смотрите и даже с места не встает сразу опа еще бы штампик бы ему там выдвинулись выдвижной сделали все нотариус не забудьте вот смотрите здесь стоит телескопический ключ но сейчас его взять не может сначала нужно поговорить с нотариусом да вот здесь вот тоже вот на столе стоит человечек вот с приблудами тоже пока он нам не нужен ну не помню понадобится в дальнейшем но пока не нам не нужен добрый день сэр мисс волкер полагаю как добрались все в порядке спасибо садитесь мисс волкер прошу вас вот кстати кто-то озвучивал очень хороший актер мне понравилась озвучка персонажей ну разумеется я ждал вас я уполномоченный представитель компании игрушки по всему свету я отвечаю за да 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 мне это известно мисс волкер но я напоминаю тем не менее мисс волкер я боюсь что дела с продажей фабрики форальбергов обстоят не так просто как казалось на первый взгляд очень интересно но ведь все условия уже обсуждались 10 раз мы получили согласие мадам форальберг и ее смерть ничего не меняет послушайте миссия альфольтер послезавтра мне нужно возвращаться в нью-йорк и моему клиенту и мне самой не терпится уладить все формальности я понимаю понимаю прекрасно понимаю мисс волкер прекрасно понимаю дело в том что у мадам есть наследник что наследник но мадам фарерберг никогда не была замужем и когда мы разговаривали в последний раз она не упоминала об этой детали мисс волкер поверьте я был удивлен не меньше вашего за два дня до смерти анна форальберг прислала мне письмо понимаете мисс волкер узнай я об этом раньше я бы непременно вам сообщил с вашего позволения я зачитаю несколько строк какая то я пропущу потому что читать вы сможете поставить на паузу и почитать сами вот сейчас она возьмет ставьте на паузу читайте потому что он читает долго с выражением и больше анна фарерберг ничего не сообщил к сожалению нет мисс волкер я рассказал вам все что знаю сам собственно с юридической точки зрения ситуация ясна если вы хотите заключить сделку вам придется найти гансов форальберга иными словами мы имеем тело на городском кладбище и призрак блуждающий по сибирской тайге похоже у вас прибавилось работы поверьте мисс волкер я действительно крайне сожалею об этой задержке великолепно и что же мне теперь делать возможно вам удастся узнать больше из архивов фабрики форальберг ключ приемный моя же роль в этом деле ограничивается чтением этого письма а теперь если вы не возражаете я хотел бы отдохнуть видите ли мисс волкер у меня проблемы со здоровьем и доктор запрещает мне перенапрягаться пожалуйста не забудьте закрыть дверь когда будете уходить до свидания пока пока вот теперь мы можем взять тот ключ телескопический ключ кстати называется как он работает вы увидите он реально телескопический выдвигающийся хотя я думал это что-то типа баллона когда колеса меняешь машине уж больно похож либо как на железной дороге давай проходим у нас тут видите немножко ладно идем 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 кстати у меня широкоформатный поэтому у меня вот этот кругляшок по краям он заходит я не знаю видно вам или нет вот буквально на один кругляшок он заходит по всем краям если же у вас монитор старый квадратный вам будет очень хорошо видны границы карты но хочет создать личную жизнь данного персонажа не больше не меньше так что это бестолговый звонок просто сказали мужа что не приедем берем вставляем берем заводим и открываем дверь когда и такой проходим кстати вот первый раз когда я проходил я вот этого места где-то около часа наверно добираться я слушал все реплики показывал и вот здесь да у меня где-то час ушел чтобы досюда только дойти поэтому проговаривал все это как сказать с каждым болтал каждому задавал даже этот булочник который мне на хрен не нужен даже с ним поболтал все расспрашивал они все любят поговорить ну кроме вот эта женщина у нее здесь будет только одна реплика потому с ней смысл разговаривать общение где эта садовница будет жаловаться что я тяжко вот этой вот садовнице тяжко здесь работать так как роботов нет автоматов извиняюсь они же автоматами называют их нам вот сюда надо дверь вот это закрыта а здесь мы берем ключ ключ взяли все на этом наша миссия здесь по крайней мере закончена у этой раковины и мы идем техники кстати когда вы мимо техники проходили ради любопытства могли в нее заглянуть и на когда навели там и увидеть крестик такой это специально для ключ от этого каждый же ключ у каждого же свой ключ сейчас видите с левой стороны вот эти я показал что ключ давай а представляете карта она большая а потом еще знать куда тыкаться с этим ключом если бы не обращать внимание еще выше но вот как я здесь слона я сказал вообще отдельная история здесь берем дневник читать я его не буду так если вам интересно ставьте на паузу и читать эта история о гансе и об а не как она чувствуя себя виноватой то что с ним случилось а случилось вкратце и вот что с ним он то ли рисунок увидал то ли слона сейчас уже не могу вспомнить и упал она просто при этом присутствовала он ударился головой пролежал то ли в коме то ли чё немного и начнут а по моему не говорит или говорит на плохо умственная отсталость у него стало развитие не происходит вообще вот такая штука говорю ставьте на паузу и читайте историю ганси и они почему она чувствует чувствовала себя виноваты за то что с ним произошло и чё с ним сделали с гансом гостиная управлять и кроме того я могу чувствовать себя спокойно только в окружении роботов кстати роботов все теперь у нас этот недалекий парнишка будет пугать какого хрена он то здесь забыл включаем свет и выходим услышали мамонт нарисую мама мамонт мамонт это ты господи ты напугал меня и вот сейчас мы с этим дебилом будем разговаривать мамонт что ты тут делаешь дружок солнечный ребенок мамонт нужен мамонт как на картинка у ганс извини у меня нет с собой картинки с мамонтом бери бумага бери карандаш рисуй мамонт для мамонт а ты так просто не сдаешься верно ты славный мальчик мамонт но я не умею рисовать а тем более мамонтов рисовать мамонт просто чтобы он нам секрет раскрыл ганс рисовал мамонт а она рисовал мамонт кейт тоже нарисуй а что если я нарисую тебе ну скажем ящик с мамонтом внутри нет мамо нужен настоящий мамонт господи ну до чего же ты упрямый мальчишка так я тут кое-что ищу сама совсем не понимаю что что-нибудь что подсказало бы мне где найти ганса ты мне не поможешь сначала нарисуй мамонт мамонт а если я тебе помогу ты мне поможешь да кейт хорошая кейт нарисуй мамонт а потом мамонт покажи кейт секрет да сейчас у тебя есть секрет сначала нарисуй мамонт мамонт да блин маму мне пора мы и так вот как я искал слона это было очень долго блин и сразу бы его так не нашел но вот что да смотрите вот он хрен увидишь правда ли я сначала думал там молоток надо взять давай вон молоток думал кирку внизу взять а не за штук спороть ботинки подобрать он тебе в сундуке пошарится ни хрена мамонт мамонт нарисуй вот нарисовал пойдемте отдадим этому недалекому наш наш суперский рисунок который я сам нарисовал держи ну отдай отдай бумажку ему все малыш ты счастлив спасибо мамо рад теперь иди за мамо у мамо есть секрет это хорошо мы любим секреты правда он падла нас через весь город сейчас потянет смотрите как он бегает ракообразным давай не выпуская его лови хватай давай 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 вот на этих маленьких локациях я так думаю ничего у нас не будет блин а замок то хороший замок домик то хороший дворец 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 на площадях каменных беде опа опа в развалочку ну видимо с какого то еродного действительно рисовали данный персонаж баба же нормально бежит это дворец в в там делать нечего поэтому по ступенькам не бегать первое правило школе на подоконниках не сидеть второе правило в школе так и здесь по ступенькам не бегает она видимо хорошо училась парня зовут мама кота у меня зовут муму и он сейчас спит красиво река мосты как санкт-петербурге там петроград или петербург как он правило то называется там красота здесь красота природа так скажем деревья камни жим здесь ничего нету хотя я долго искал думал может здесь что-то есть кстати посмотрите какая такая как сказать папа такая брезгливая в кипец а почему брезгливая сейчас увидите сейчас он поговорят с его ложкой и нам надо дальше бежать чтобы заставить паренька работать на себя хотя даже не поговорили видите да сами нашли потому что мы знаем пока похоже сломано без помощи мне не обойтись так зовем этого пакостика всегда так бабы под парнями рулили так и она тоже хреначит паренька как только хочет ничего себе небольшая прогулочка правда здесь их прям неплохо спасибо тебе маму маму здесь часто ходить маму нравится делать брызги знаете как он говорит в готике первый горк говорил ушак или кто он там шаман так же говорил так ладно помощь ты мне не поможешь что помоги мне открыть шлюз потому что если с ним здесь обо всем говорит пока это да он доберется доступе в общем так там есть пещера с мамонтом и он об этом знает и перегружает проход река поэтому мы заранее все заранее сейчас откроем чуть чтобы там это вода немножко ушла чтобы могли пройти в пещеру так берем палку чтоб мы в пещеру могли попасть просто я укорачиваю вам путь чтобы не слушать как сказать лишнее дребезжание вот это вот пока с ним договоришься там симпатоза идет тем более я знать я вас не понимать я ее по мать ну и то им подобного вот видите с другого берега посмотрите на другом берегу камня вот там потуда надо пройти и слева вон там там пещерка вот нам туда надо а мы ее не берем вы знаете почему это весло все грязное и мокрое поэтому она его не возьмет потому что она грязная и мокрое кого звать конечно паренька звать у нас же пацан то за чухами какой то и опять просим его помощи маму я хочу тебя кое о чем спросить маму я подтащила весло поближе пожалуйста будь хорошим мальчиком принеси его сюда маму согласен согласен говорю вот так вот я хоть бы пуговки застегнула чтоб парню это не смущать а то он как хер Васи на все согласен смотрит на грудя и слюна он до пупа ладно парню и так от жизни досталось берем с этим какой то квадратный какого года вот эта игра 2000-2002 может это когда вот Готика первая вышла может тогда и Сибирь вышла говорю у меня на широкоформатном экране она немножко как сказать не такая видно вот детализация тут хотя у меня на 32 бит сделано но если сделать ее поменьше допустим играть на старых мониторах там 800 по 600 что-нибудь такое то гораздо лучше графика будет в этом половине маму я хочу тебя кое о чем спросить мам так так ты мне не помог что помоги мне открыть шлюз маму согласен маму сильный кстати если вы с ним будете все спрашивать просто расспрашивать то он вам маму сильный западет так вот ты вот этот крути давай и давай рап полтай поехали так вода ушла все маму очень сильный спасибо маму кто бы сомневался все маму ушел по моему если я не ошибаюсь здесь здесь его нету да нету уже давай вот видите здесь была река сейчас ее нету поэтому просто воду вам показывать как она не может через нее перейти вам не интереса было здесь в пещере есть сталактиты сталагмиты и сталагнаки или кто они которые вот этот сталагнаки или как он который сталактиты сталагмиты одни с потолка свисают другие с земли торчат а когда вот вместе они то это совершенно третье и так вот берем этого мамонта на этом все из пещеры можно уходить еще немножко еще чуть-чуть утекай нечего девушки в пещере ночью делать ну в смысле ночью да идем нечего делать это звонит мама тоже можете не разговаривать алло это бабьи бредни да разговор не о чем ладно там не при разговор не о чем просто просто порожене я так понимаю что просто асяк для предания игры более ну дольше в общем да дольше чтоб платила чтоб вы могли послушать почитать и увеличиться думаю а за каким хреном она звонила вот вот тебе и пробежка поэтому она у меня такая стройная смотрите как бегает блин так то далековато далековато ты залезла ну так как кто помнит до этого мы играли игру как она называется метель сибирь тоже квест нечто такое как на телефоне только побольше помасштабней как вот на телефоне есть бежать из тюрьмы так и здесь и вот сейчас сибирь да тоже квест посмотрите какой вам нравится больше какой меньше это правда сюжет и побольше а там зато за трех персонажей но там свою думку и воображалов надо пипец как развивать потому что какой-нибудь шкафчик не закроешь все а тот тварь запоминает все маньячелло и там кстати происходит что понравилось игра происходит хоть и от трех персонажей она происходит одновременно у всех персонажей вот просто вы потом как сказать поймете или можете почитать про нее там вроде ну если читать должно быть все равно описание так давайте поговорим с дедком доброе утро и вам того же приятно увидеть среди этих древних стен такую симпатичную ионую леди прошу вас посидите со мной пару минут подышим вместе свежим воздухом я бы с удовольствием но боюсь у меня совсем нет времени может быть как-нибудь в другой раз было бы очень приятно мисс я хорошо помню те времена когда улицы были полны жизни нельзя было и сотни шагов пройти не поздоровавшись с хорошим знакомым да наш городок уже не тот что раньше совсем не тот здесь похоже многое изменилось молодежь уезжает из долины нельзя их винить им ведь нужно как-то зарабатывать на жизнь верно а на фабрике фаральбергов теперь работы не найти да быть отрезанными от мира не так уж приятно вы уж мне поверьте но это же такой чудесный городок а так вы не из этих мест да кое-что от прежней красоты еще осталось надеюсь вам здесь нравится ну не буду вас задерживать рад был познакомиться так так идем двигай вот этот дедок он по-моему может уйти оставив что-то на скамейке ну нам сейчас сюда надо сюда бы мы помните роботы в начале хоронили охраны были вот это мы сюда заходим как раз мы смотрели как его сюда затаскивают в гроб так это босс должен позвонить алло кейт ну что как дела у нас проблема мистер марсон какая проблема кейт не молчите в чем дело кажется объявился наследник что ее младший брат ганс похоже он еще жив без его согласия сделку не оформить это еще что за новости откуда он взялся и где он сейчас что говорит нотариус ничего не говорит ну то есть больше ничего понимаете это очень странный городок тут все какое-то странное люди вещи никто не хочет говорить со мной откровенно мне придется провести расследование кейт игрушки по всему свету это один из наших самых важных клиентов и мне плевать как с вами говорят в этом чертовом городишке вы не вернетесь в нью-йорк пока не оформите сделку понятно да мистер марсон можете на меня рассчитывать я бросил трубку о черт как не культурно с его стороны все и так налево пойдешь а там закрытое кладбище найдешь ну как заявил эту кровницу или кто склеп но нам надо в первую очередь вот сюда сходить чтобы потом там не бродить пойдем заходи в дверь ну вот чтобы до этой двери первый раз когда я играл у меня часа три-четыре наверное ушло и так а куда нам здесь а вот сюда смотрим берем ключ и вот сюда оно кстати недалеко друг от друга находится так по идее находится какие-нибудь если замки есть то они недалеко друг от друга находятся смотрите надо только просто чуть внимательнее быть открываем берем открываем берем вот эта ручка не поворачивается штуковина застряла вот вот но когда мы вот здесь опа берем ставьте на паузу читайте вот вот еще все берем ключ он нам потом понадобится так нам еще эти кто не карты или как называется как называется как называется как называется перфокарта так где ты вот она все это мы все взяли можем выходить отсюда выходим выходим дверь эта закрыта поэтому можете в нее не долбиться идем назад у нас там ждет лифт это и помните я вам говорил запомните схему расположение шестеренок и вот она нам пригодилась потому что лифт не работает нам нужны шестеренки так не бойтесь по-другому вы их просто не сможете поставить оно вам не даст но зато облегчит задачу поехали блин вот так куда интересно какой блин вот как бы сказать полу фэнтези мир вроде как фэнтези вроде как и нет интересно такое ну что ж давайте закончим на этом подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии увидимся в следующем видео пока 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 пока